добрый день сегодня с вами рожков анатолий николаевич главный спасатель восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда и тема которую мы сегодня с вами должны рассмотреть называется меры безопасности на водоемах зимний период я должен сказать что тема злободневно вот и по просьбе руководство отряда дата была перенесена на сегодняшний день должна проводиться в феврале а почему злободневно почему перенесена потому что уже есть потери вот я скажу что в ночь с 10 на 11 декабря в районе ледовой переправы к изолту меж самарка и курчумом провалились две машины одну удалось освободить 2 до сих пор находится в бедственном состоянии и вот-вот может провалиться к счастью обошлось без жертв вот но если так будет продолжаться если не выполнять правила безопасности на этих водоемах не пользуются оборудованными переправами то конечно нужно ожидать несчастных случаев на сегодняшнем занятии мы должны рассмотреть вопросы ну собственно сами меры безопасности вот довести до вас как нужно действовать в случае форс-мажорных обстоятельств то есть как переходить через водоем как поступать в случае если появилась опасность провала как оказать самому себе помощь и как действовать в случае если нужно оказывать помощь другому человеку и при этом самому не пострадать значит порядок проведения занятий мы сделаем следующим ну в начале я кратенько доведу доведу в первую очередь несколько цифр по итогам обеспечения безопасности людей на водоемах восточного казахстана вот потом непосредственно по теме вот и затем мы все это дело закрепим фильмом фильмом то есть будет два фильма первый первый фильм это как не нужно действовать второй фильм как нужно действовать то есть правило безопасности на водоем и так и так я думаю пока я рассказываю тут для вашего сведения будут представлены фотографии различных чс техники которая используется при чс и так некоторые сведения по обеспечению безопасности на водоемах по оперативным данным департамента по чрезвычайным ситуациям восточно-казахстанской области с начала года на водоемах восточного казахстанской области погибло 51 человек в том числе 9 детей на 17 процентов меньше чем зоологичный период 2015 года когда погибло 65 человек в том числе 16 детей то есть детей ну смотрите получается почти в два раза меньше в этом году погибло количество спасенных за 11 месяцев шестнадцатого года составляет 38 человек в прошлом году было 55 вот уменьшение составляет 31 процент за летний период но я всегда подчеркиваю что в летний период людей погибает больше то есть 80 процентов от общего количества за весь год так вот за летний период 2016 года на водоемах области утонуло 42 человека что на 14 процентов меньше чем за аналогичный период 2015 года 49 человек прошлом году тону прошлом году погибло 8 детей вот вернее в этом году погибло 8 детей в прошлом 11 то есть на 27 процентов меньше чем прошлом году наиболее опасными водоемами на территории восточного казахстана является река артыш на которой утонула 19 человек в том числе бухтар минская водохранилище 12 человек наиболее богатые на несчастные случаи 8 в усть-каменогорске котлованы комбината нерудных материалов два человека озеро зайсан три человека и особенно богат на несчастные случаи город семей и его искусственные водоемы основными причинами гибели людей на водоемах является в первую очередь это купание в состоянии вернее купание в необорудованных местах 31 человек из 51 человека утонув с начала года то есть 61 процент купания в необорудованных местах оставление детей без присмотра 9 человек но почти 18 процентов нарушение правил безопасности на рыбалке это неиспользование индивидуальных средств защиты неправильное пользование плавательными средствами и т.д. и т.п. бесхозными средствами 7 человек почти 14 процентов и несчастные случаи но такие как шел человек по берегу обрыв обрушился и он не ожидая такого несчастья упал в воду и утонул ну и основная беда конечно которая приносит больше всего несчастье это купание управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения 70 процентов вот погибли людей в состоянии алкогольного опьянения практика показывает что причинами гибели людей на льду является неосторожность и легкомыслие не выполнение элементарных правил поведения на льду использование несанкционированных не оборудованных автомобильных ледовых переправ и пешеходных переходов ну как вот эти две машины которые двигаясь параллельно действующему маршруту паром на переправу паром еще работы но значит стараясь сократить время водители решили рискнуть и в результате понесли потери низкий уровень организации и проведения профилактической работы по правилам безопасности на льду особенно с рыбаками правословных бригад рыбаками любителями вот особенно вот в это время в зимнее время в осеннее время больше всего гибнет конечно рыбаков а также с грузоперевозчиками нахождение на льду состояние алкогольного опьянения а также использование индивидуальных спасательных поясов не использование индивидуальных спасательных поясов и жилетов при подъемном при подлёдном лове рыбы чтобы избежать непоправимой беды следует запомнить и выполнять несложные правила переходить и переезжать замерзшие водоемы разрешается только после того как местными исполнительными органами будут оборудованы ледовые переправы установлены правила пользования ими организована служба на ведомцев ведомственных спасательных постах при переправах при необходимости при необходимости перехода водоем вне переправы как это бывает на охоте или рыбалки прежде чем сойти с берега на лед необходимо внимательно осмотреться наметить маршрут движения который не должен проходить мимо мест заготовки до там где быстрое течение там где на поверхность ледового покрытия выступает осока кусты вот там где втекают стекают сточные воды промышленных предприятий втекает различные ручьи бьют донные ключи вот и так далее значит чтобы чтобы двигаться по указанному маршруту нужно постоянно использовать проверять крепость используя или пешню или в крайнем случае пал при использовании лыж лыжные крепления следует расстегнуть если имеется ноша следует взять ее таким образом чтобы при случае можно быстро освободиться если если при до продвигаясь по маршруту и проверяя крепость до ударом пешни или палки при появлении воды следует остановиться и повернуть в ту сторону откуда пришел продвигаясь скользящим шагом то есть без отрыва подошв от поверхности льда почему потому что в данном случае вот увеличивается площадь опоры на лед если лед затрещал следует лечь на лед тем самым увеличив площадь опоры на лед вот и опять же таки двигаться в обратную сторону одновременно призывая на помощь если все таким лед под вами затрещал и вы провалились вот то необходимо помнить что паника самый страшный брак таком случае и нужно использовать первые секунды пока ваша одежда не намокла и не потащила вас под лед следует принять горизонтальное положение и попробовать перекатиться перекатиться на лед опять же таки стараясь двигаться после этого в обратную сторону откуда пришел почему в обратную сторону по своим следам потому что в этом случае маршрут уже проверен после того как вы очутились на безопасном месте следует принять быстро меры для того чтобы не не получить переохлаждение то есть растереть свое собственное тело попробовать переодеться отжать и добраться отжать одежду и обувь вот и постараться добраться до ближайшего пункта обогрева конечно если у вас возможность разжечь костер то можно использовать и этот метод для согрева случае если вам приходится оказывать помощь следует помнить что приближаться к пострадавшему приближаться близко к кромке льда очень опасно и в этом случае нужно использовать различные подручные средства как то доски жерди веревки лестницы на различные двери и тому подобное что может увеличить дистанцию вас от места провала вот если же нет и подручных средств то можно использовать собственную одежду шарфик связать вместе удлинив тем самым ваше так сказать спасательное средство и подать тонущему или терпящему бедствие человеку можно оказывать помощь коллективно два-три человека ложатся цепочкой удерживая друг друга за руки ноги приближается к месту провала и первый подает что-либо из одежды шарфик ремень и тому подобное ну и опять же таки принимаются экстренные меры вот для того чтобы согреть человека следует при этом помнить что вот на все на все это спасение если человек в воде в ледяной вот отведено всего 20-25 минут вот потом человек погибает от переохлаждения были даже случаи когда уже спасенный человек выбравшийся на поверхность но сидел на берегу и погибал от переохлаждения об этом тоже следует помнить и не прям пренебрегать вот этом вот этим моментом быстрого согрева но теперь а теперь а теперь вот я не сказал не сказал еще что основной целью нашего занятия это привить и привить вам мысль о том что вот то что мы изучаем с вами вот то что мы рассматриваем это необходимо помнить и использовать но в крайнем случае конечно не дай бог что-то случится подобное но об этом помнить и уметь использовать полученные знания и навыки в жизни вот так вот что бывает когда люди не знают про правила вот в данном случае хочется представить вам небольшой видеоролик он кстати есть в интернете вот когда который показывает как ведут себя люди не знающие про правила безопасности вот я прошу обратить внимание совершенный профанизм краю льда толщина которого ну буквально там три сантиметра подходит по пять человек это это сутолока вот лед просто проламывается под ними ведут себя как вот не умные люди значит вот как не нужно вести себя на водоемах вашему вниманию представляется какой-то Субтитры делал DimaTorzok 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 Очень резко друг от друга отличающие. Первый показывает, как не надо действовать. Второй, как нужно действовать. Хотелось бы, чтобы полученные знания пригодились вам в случае форс-мажорных обстоятельств, которые иной раз представляет для нас наша жизнь. Ну и хотелось бы напомнить телефон, по которому вы можете обратиться за помощью или за советом, за помощью, а также за плакатами вот этими учебными фирмами. У нас, кстати, их пять, переведенные на государственный язык. Их тоже можно использовать, для того чтобы повысить знания и умения в этих вопросах. Значит, наш телефон 753542. Обращаться к Рожкову Анатолию Николаевичу. Наш адрес Ворошилова 147. Вход со стороны трамвайной линии. Ну и напоследок хотелось бы пожелать вам удачного отдыха на прогулках, на рыбалке. При этом будьте осторожны, внимательны и соблюдайте правила безопасности на водоемах. Благодарю за внимание.